коллеги добрый день хорошо ли меня слышно коллеги отлично спасибо как меня татьяна представила меня зовут екатерина сиденко я юрист компании байтенбург арты занимаясь собственно говоря недвижимостью мы занимаемся разными вопросами но сегодня я хотела бы поговорить немного с точки зрения арендатора сейчас я начну трансляцию одну секунду так хорошо ли всем видно презентацию коллеги отлично ну что ж да поговорим мы с вами сегодня вопросах аренды секундочку так не могу ее к сожалению переключить так так извините небольшие трудности с переключением так у нас сегодня такие вопросы для обсуждения это как правильно сказал татьяна это новая реальность которую создал собственно к вид 19 которым все говорят это также новое законодательство которое на мой взгляд все таки поддерживает арендаторов также это нормы гк которые мы будем мы применяли и еще будем применять также мы поговорим о том о чем наверное все говорят с марта это конечно форс-мажор о том как он применяется в арендных отношениях и что собственно нам делать когда мы понимаем что к сожалению наши отношения надо уже прекращать какими статьями нам лучше воспользоваться итак ну вот новая реальность у нас наверное сейчас началась той картинки которая слева с известной картиной от продуманка примерно так себя чувствовал арендатор наверное в самом начале когда выяснилось что пользоваться офисом почему-то стало нельзя сотрудники перешли на удаленную работу или арендодатель вообще нас не пустил к себе закрыл доступ в помещение и все и совершенно конечно непонятно что же теперь делать арендатор в таких условиях и как наименьшими потерями обойтись как вообще действовать но вот мне бы хотелось вас убедить что все таки сейчас для нас более соответствует картинка вторая потому что все не так плохо и целом законодатель действительно высказывается сейчас в пользу арендаторов вот разберемся какие у нас сейчас правила игры на рынке в принципе вот у нас есть как у арендатора у него есть конечно как слабые стороны так и сильные слабые стороны нам всем понятно мы не можем использовать наше помещение в какой бы мы отрасли не работали наверное у всех доходы несколько упали какой-то судебной практики в общем нет потому что действительно кризис этот он такой в общем-то очень внезапный такого раньше не было и непонятно как что делать как себя вести да и суды-то не работают фактически также мы как арендаторы можем потерпеть и штрафные санкции если мы вот просто возьмем и допустим перестанем платить арендную плату даже если нам правда не из чего ее платить но с другой стороны если посмотреть ведь у нас же есть новое измененное законодательство которое в общем то на нашей стороне арендодатели они тоже люди они понимают что реальность изменилась для всех сразу не только для нас и конечно же они не хотят остаться без арендатора заключать договор аренды новые неизвестно с кем на каких-то новых условиях возможно более жестких так что потенциал для переговоров у нас есть и он есть довольно большой и давайте же наверное разберемся все-таки начнем с нового законодательства и с тем как нам все-таки в этой новой реальности действовать новое законодательство я имею ввиду закон федеральный от 1 апреля 98 о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации по вопросам предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций такой вот закон с серьезным названием он действительно направлен именно на вот нашу нынешнюю ситуацию с ковид-19 нас с вами как арендаторов да и как арендодателей в общем прежде всего заинтересует конечно статья 19 в ней три части в первой части речь идет о том что арендодатель у нас обязан заключить дополнительное соглашение об отсрочке уплаты арендной платы но для определенных категорий арендаторов об этом чуть попозже вторая часть у нас о том что можно менять размер арендной платы несколько ну сколько угодно раз в течение 2020 года вне зависимости от того что у нас как мы знаем законе вне зависимости от того о чем мы ранее договорились и третья часть наверное самое главное самое интересное для нас это то что мы как арендатор вправе потребовать уменьшение арендной платы за период 2020 года если мы не можем использовать наше имущество то есть понятно конечно что все таки отсрочка это значит что мы будем платить но позже менять в течение года хорошо но вопрос как менять а тут мы все таки вправе потребовать именно уменьшение арендной платы другое дело если мы так подумаем внимательно осознанно об этой статье то мы видим что вот если в первом пункте отсрочку арендодатель предоставить обязан а что же насчет уменьшения то есть мы вправе потребовать но если обязанность арендодателя собственно говоря это уменьшение нам предоставлять буквально через пару дней вышло постановление правительства которое касалось именно отсрочки к сожалению об уменьшении арендной платы пока ничего не было и мы затаились в ожидании что касается отсрочки тут в общем то все было довольно таки просто то есть высшее постановление утвердило требования к ее условиям отсрочка предоставляется до октября определенные условия уплаты и задолженности размеров неначисления штраф и процентов важно что такая отсрочка действует только для арендаторов из наиболее пострадавших отраслей экономики сначала этот список был совсем небольшим потом вот значительно расширился конечно многие из нас я думаю из присутствующих здесь как и наша компания например они в этот список конечно не попали но туда попали такие важные индустрии как там транспорт например гостиничный бизнес туризм также в этом постановлении арендодателям при предоставлении отсрочки рекомендовали предусмотреть уменьшение размеров арендной платы если арендатор не осуществляет деятельность помещения тут сразу возник вопрос для предприятий которые не являются пострадавшими по мнению правительства а можно ли по аналогии применять вот это вот уменьшение размера и к ним или что же им делать то есть получается что вы просто не урегулирован до конца но тут нам на помощь пришел верховный суд который 30 апреля прямо перед майскими праздниками сделал нам такой небольшой подарок в виде своего обзора уже второго по коронавирусу собственно говоря обзор этот подготовлен не в виде таких разъяснений подробных академических да а в виде вопросов и ответов то есть по конкретным точным ситуациям нас больше всего заинтересовал вопрос номер пять в нем спрашивали с какого момента обязательства сторон договора аренды считаются измененными в части уменьшения размера арендной платы казалось бы вопрос абсолютно теоретический но на него суд дал буквально следующий ответ арендная плата подлежит уменьшению с момента когда наступила невозможность использования имущества то есть мы из этой интонации суда уже как-то чувствуем что получается же надо уменьшать кроме того следующий абзац арендатор вправе в качестве возражения на иск о взыскании арендной платы указать на то что арендодатель необоснованно уклонялся от заключения дополнительного соглашения об уменьшении то есть получается что в случае отказа арендодателя от уменьшения арендной платы арендатор вправе иск в суд предъявить о понуждении к уменьшению арендной платы но в общем то фактически мы понимаем что теперь арендодатель обязан просто уменьшить нам эту арендную плату но остался другой вопрос какая часть арендной платы подлежит уменьшению естественно этот вопрос является дискуссионным суд понятное дело умышленно от него ушел потому что это очень индивидуально и тут уже вступая мы должны выступить переговорщиком и просто проанализировать условия которые мы имеем и понять а что же мы конкретно можем уменьшать естественно не в законодательстве не в разъяснениях опять-таки никогда никаких таких вот четких указаний не было но как правило возьмем среднюю аренду с проблемами которые нам чаще всего обращаются клиенты это как правило какие-то офисные здания да бизнес-центры торговые центры арендную плату мы естественно не выплачиваем сразу как вот просто одной суммой ну как правило если мы не совсем мелкий бизнес у нас на как правило делится на арендную плату постоянную или базовую мы еще называем переменную то есть переменную это эксплуатационные расходы это то что например там расходы за электричество заводу вот что-то такое и то что у меня обозначено как плата за паркинг но это скажем так дополнительные услуги такие фишки арендодателя которые он предоставляет сейчас действительно бывают парковочные места ну например там в торговых центрах еще бывают какие-то проценты с обороты то есть что-то такое индивидуально и вот здесь собственно говоря и возникает это самое переговорное поле мы часто уже сталкивались с такими ситуациями от клиентов и собственно говоря мы с нашим арендодателем ведем сейчас переговоры позиция пока вырабатывается такая с одной стороны все настаивают на том чтобы снижать именно базовую арендную плату и это совершенно логично потому что если действительно мы такой бизнес который должен работать из дома нравится нам это или нет мы в офис не ходим то значит помещением то мы не пользуемся но часто бывает так что все-таки какие-то сотрудники обязаны выходить на работу кроме того почему бы нам не обратить внимание и на переменную часть арендной платы переменная это различные расходы на коммуникации если мы не пользуемся офисом то ведь мы не пользуемся как минимуму частью коммуникации если светом электричеством пользуемся потому что наше оборудование то допустим мы не пользуемся водой по понятным причинам то есть можно обговорить что-то из этого кроме того совершенно очевидно что мы не приезжаем на машинах скорее всего и не паркуемся что если у нас например магазин мы не не ведем днем собственно говоря торговлю и эту тоже часть можно попытаться как-то уменьшить или даже вообще убрать вот ну собственно говоря это то о чем действительно стоит нам переговариваться в общем подводя итог этой теме как мы можем это новое законодательство уже использовать свою пользу ну во первых мы можем воспользоваться самой первейшей меры поддержки правительства которые нам предоставило правительство то есть это если мы должны посмотреть не работаем ли мы в наиболее пострадавших отраслях экономики тогда мы сможем рассчитывать на отсрочку конечно это опять-таки значит что мы заплатим но позже но это тоже наверное для многих актуальна мера также у нас страна большая состоит из разных субъектов и в разных регионах мог могли быть анонсированы разные меры поддержки бизнеса это тоже следует иметь в виду также естественно мы вправе и обязаны я считаю провести переговоры с арендодателем о предоставлении так называемых арендных каникул об уменьшении арендной платы и законодательная база у нас есть и она довольно твердая это у нас и 98 закон и разъяснение верховного суда ну и также как мы дальше убедимся нам помогут и старые нормы гк тоже также стоит прочитать еще раз свой договор аренды как-то переосмыслить его посмотреть нет ли у нас там каких-то иных условий которые внезапно могут нам помочь то есть такое бывает тоже вот наверное это такой первый план действий который должен выполнить любой юрист компании следующая наша небольшая тема это касается уже норм гк об аренде таких классических норм да и не только и общих норм тоже которые нам призваны помочь как я уже сказала 98 закон он вышел только в апреле соответственно до этого было ничего не понятно и мы могли только рассчитывать на вот эти нормы гк которые тоже не стоит сбрасывать со счетов первым делом нам следует использовать пункт 4 статьи 614 по сути но это известная нам статья когда арендатор вправе потребовать уменьшение арендной платы если в силу каких-то обстоятельств за которые он не отвечает ухудшились условия пользования имуществом но в судебной практике это как правило как правило норма применяется в случае различной аварии технических невозможности использования помещений по вине арендодателя или там в редких случаях бывает вне зависящих от воли сторон обстоятельств просто довольно редкая практика потому что ну таких случаев просто фактически не очень много что нам для этого следует доказать но прежде всего в нашем случае мы должны доказать что мы помещением не пользуемся именно по назначению то есть допустим если у нас магазин он закрыт если офис то наши работники в него не ходят вот самый простой вопрос да как это доказать нам нужно доказать совокупность фактов которые подтверждают неиспользование помещения то есть по сути нам нужно например спросить наших уважаемых специалистов по выпущенные о том что сотрудники у нас не вышли на работу также мы можем запросить данные пропускной системы о том что в помещении никто не заходил ну и то есть собрать такую фактическую информацию вот ну и дальше естественно мы уже выходим на переговоры и можем договориться об оплате каких-то отдельных расходов которые ну от которых мы к сожалению не можем отказаться дальше что нам еще может помочь нам еще могут помочь такие нормы которые тоже часто встречались в судебной практике вместе со статьей 614 это статья 328 гражданского кодекса о встречном исполнении обязательств тут суть такая понятное дело что вот обязательства арендатора и арендодателя они встречные и вот согласно второму пункту 328 статьи в случае непредоставления стороной исполнения обязательства либо если становится известно что исполнение не будет произведено то сторона от которой ждут встречного исполнения также вправе приостановить исполнение своего обязательства то есть что в нашем случае это значит конкретно арендодатель не может нам обеспечить наш доступ в помещение. По понятным причинам у него тоже сотрудники не вышли на работу, допустим, потому что вышли вот все эти указы, да? Он не может нам обеспечить все услуги полноценно. Соответственно, и мы вправе не вносить арендную плату. Что также еще стоит иметь в виду? Это добросовестность сторон. Это статьи 10 и 307. Но это такие статьи, которые, к сожалению, часто считаются такими общими, да? То есть они о том, что следует действовать добросовестно, учитывать права и законные интересы сторон. Что здесь в данном случае, как это конкретно можно применить? В нашем случае речь идет именно об информировании. То есть обе стороны должны как бы отталкиваться от поведения, в том числе и противоположной стороны. Они должны вовремя предупреждать об этих обстоятельствах, с которыми они столкнулись. И, соответственно, все это будет учитываться в суде. То есть они должны информировать друг друга и кооперироваться. Наверное, многие сейчас спросят тоже, вот если есть все эти замечательные нормы, зачем же был выпущен этот 98-й закон, да? Ну, стоит ответить так, мне кажется, что 98-й закон, он в некотором плане такой специальный закон, который приняли в развитии там 614-й статьи той же, я имею в виду вот именно норму статьи 19-й. То есть это специальный закон, который позволяет нам действовать в сложившихся обстоятельствах и суду принимать более четкие решения. То есть чтобы не было какой-то вот разнообразной практики, чтобы суд не растерялся и чтобы мы не растерялись тоже. Потому что обстоятельства, конечно, исключительны. Ну, собственно говоря, также поговорим с вами о форс-мажоре, о существенном изменении обстоятельств. Это то, о чем многие говорили, как только все началось, когда еще не было ни 98-го, фузе, да и вообще было непонятно, что, собственно говоря, делать. Вот взять, например, форс-мажор. Распространенная такая ошибка считать, что форс-мажор это значит, что можно все бросить, просто выйти из обязательства. Это, к сожалению, не так. Ну или к счастью, наверное, да. У нас есть в ГК пункт 3 статьи 401, который говорит, что такое форс-мажор. Ну, он говорит о том, что это непреодолимая сила, это мы все знаем, что это чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства. Но также он говорит, что, во-первых, да, это относится к предпринимательской деятельности. Во-вторых, это диспозитивная норма. То есть иное может быть предусмотрено договором. Как правило, в договорах мы всегда этот пассаж указываем, у нас есть какая-то статья, там, какая-нибудь, например, номер 13 или 15, что-то ближе к конце, о форс-мажоре. Мы не читаем ее или там не уделяем ей особого внимания. Но в данном случае на нее стоит обратить большое внимание, потому что стороны вправе в данном случае сами определить, что есть форс-мажор, как при нем действовать. И вот сейчас в таких обстоятельствах это становится особенно важно. Мы должны понимать, что форс-мажор освободит затронутую им сторону от ответственности за неисполнение обязательства, то есть от возмещения убытков, от уплаты штрафных санкций. Но он просто так не даст прекратить обязательства, выйти из договора и ничего не делать. Что важно? Важно очень соблюсти процедуру форс-мажора, то есть еще раз обратить внимание на то, что написано у вас в договоре и действует добросовестно, как мы уже говорили. То есть если, например, мы должны о каких-то обстоятельствах уведомить за определенный срок письменно, то эту процедуру необходимо соблюсти. Иначе просто важно, что мы не сможем, как бы для нас, как для арендатора, иначе будут неблагоприятные последствия. Мы просто не сможем ссылаться на указанные обстоятельства и, соответственно, не сможем освободиться от исполнения каких-то обязательств. То есть именно потому, что мы вовремя не уведомили форс-мажоры и действовали, получается, недобросовестно. Но что же делать, если мы понимаем, что из договора нам все-таки надо будет выйти так или иначе, да? То есть какой, если у нас намечается с арендодателем фактически развод? Ну, самое, наверное, понятное – это статья 451 ГК. «Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств». Она звучит как «изменение и расторжение договора», но на самом деле она, конечно, статья-разрушитель. Она больше направлена именно на расторжение договора. Что в ней интересного? Договор может быть изменен или расторгнут судом. И судом, это понятно, это большие риски, большие затраты. И временные, и материальные. При существенном изменении обстоятельств. Это изменение, в общем, оно, все эти критерии этого изменения, они перечислены в этой статье и являются, как видите, очень жесткими. То есть я в презентации перечислила, наверное, просто, ну, там самое, наверное, такое очевидное, что это изменение должно быть существенным, если обстоятельства изменились настолько, что если бы стороны могли их предвидеть, договор заключен не был бы. Что касается изменения обстоятельств, изменения договора, то оно допускается по решению суда только в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам, либо повлечет для сторон такой ущерб, который превысит затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях. То есть нужно доказать еще больше. Критерии очень жесткие. И судебная практика по этой статье, она, как правило, негативная по изменению отношений. Как правило, доказать его очень сложно. Ну, такая практика есть, но она буквально вот такая очевидная. Вот, например, я нашла там дело от Московского округа 2017 года. Там просто изменили договор, потому что МФЦ было нецелесообразно использовать больше помещений, нежели им было нужно. И, соответственно, договор изменили в плане количества помещений, которые были им изначально предоставлены. То есть случаи абсолютно банальные. Ну, вот у нас буквально 8 мая появился такой лучик света в темном царстве нашем. Законопроект в пользу арендатора, я считаю, который, если, конечно, он пройдет, если его примут тем текстом, который сейчас есть, он, конечно, произведет такую небольшую революцию. Суть его такая, что это закон о внесении изменений в наш полюбившийся уже 98 закон, в статью 19, дополнение ее новыми частями. По этому закону арендаторам может быть предоставлено право на односторонний отказ от договора аренды на основании уведомления без каких-либо штрафных санкций, связанных именно с отказом. То есть, ну, например, часто бывает, что в договорах предусматривают, например, выплаты, если арендатор решит уйти раньше. Вот такие выплаты оплатиться не будут. Также упущенную выгоду можно будет не возмещать. Естественно, для этого требуются определенные условия. Договор должен быть заключен до введения режима повышенной готовности. Ну, это, наверное, самое простое. Арендатор должен был надлежащим образом исполнять все свои обязанности. И ежемесячные доходы арендатора снизились более чем на 50%. Ну, то есть, понятно, что это будет применяться все еще не к каждому арендатору. Наверное, к тем, кто действительно наиболее пострадал. В некоторых случаях арендатору даже вернут обеспечительный платеж. Но это в том случае, если он надлежащим образом исполнит свои обязанности уже после введения режима повышенной готовности. То есть, как бы, это работает на еще большее отсечение арендаторов. Сейчас этот законопроект проходит первое чтение в Думе, и мы следим за развитием событий. Наверное, последнее, о чем стоит сказать, это уже относится только к определенным, конечно, арендаторам, это прекращение обязательств. Это тоже такая уже последняя станция. Как правило, полное прекращение обязательств оно не в интересах арендатора. Но бывают случаи, вот, например, 416-я статья. Это прекращение обязательств невозможностью исполнения. То есть, обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. И также есть похожая статья 417-я. Это прекращение обязательства на основании акта органа государственной власти или местного самоуправления. В нашем случае, как вы помните, были приняты многие локальные НПА еще в марте. Они закрывали у нас по очереди то фитнес-центры, то аквапарки, то различные досуговые культурные учреждения. Вот, соответственно, в этом случае, наверное, договор уместнее прекратить, если он был краткосрочным. И вот эти статьи можно использовать вот именно для такого прекращения договора. Все, коллеги, собственно говоря, вот выводы, как я считаю, они у нас позитивные достаточно. Это 1.0 в пользу арендатора. Мы можем с вами, как арендатор, и уменьшить арендную плату, и арендные каникулы себе установить. Важно, чтобы мы проводили грамотные и добросовестные переговоры и пользовались новым законодательством, а также и не забывали про гражданский кодекс. Собственно, надо понимать, что арендодатели тоже люди, у них нет законной причины вам отказать. Ну и, собственно говоря, в принципе, они этого, скорее всего, и не захотят, лучше, наверное, пойти вам на небольшие уступки, нежели вас потерять совсем. Банкротить вас, судиться с вами тоже, наверное, тяжело. Естественно, нужно быть готовыми к тому, что вы не сможете просто сказать, я не хочу платить арендную плату, потому что я не пользовался, и я не буду, и закон меня защищает. Естественно, нет. Какие-то составляющие арендной платы платить придется. Ну вот, собственно говоря, наверное, все, коллеги. Если у вас есть ко мне вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!